но они режутся какие непредсказуемые игроки на нашем оправе режутся за кого же они будут играть мне очень интересно Валера за кого будут играть террористов должны же ребят итак Валера начинает в защите Сико остается в атаке 1-1 по картам третья решающая карта супер-пупер финала имбарена 2 доллар кап номер 19 ну что два российских коллектива отстаивают звание лучшего лучшего коллектива сегодняшнего вечера действительно неплохую игру ребята показывают очень плотный счет ну вот камбэка на второй карте на тускане у Валеры не получилось вот ну к сожалению не получается у нас пока включат в трансляцию разговоры команд нео такой фарт сейчас у него два игрока зашли в прицел головой под шатром и бомба ставится но сейчас зиги закроют и не поставили бомбу замечательно так ой господи кому-то пишут в приват мне в приват написали так 1-0 за Валерой отличились нун и нео по минус 2 они дали там фантаст еще сразу убил пландера на самом деле я не принимаю всякие приглашения там добавить в стиль поиграть в стиль не только там или очень близкие знакомые или знакомые с которыми хоть когда-то я общалась я знаю кто это незнакомых людей там нет так что для мимолетных миксов я никого стиль не добавляю чтобы мне просто не писали больше по всей видимости ты еще и в клубах не знакомишься да тоже такие намолетные знакомства на самом деле я вот честно скажу я ни разу в жизни не познакомилась ни с кем в ночном клубе ребят берите там на заметку школьники вперед в клубах знакомиться сразу не идет в компьютерных тем более хихихих хихихих так очень быстро у нас 3-0 очень быстро сейчас два эко отыграли лисы они же сико они же сиська вот да простят нас боги каунтер страйка пять к нулю у нуна фантаст четыре к двум и по два фрага у форникейшн марс и нео джигеттус фэри офицер мохони и макси по одному фрагу и вот алкоголь берет свое дело ой 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 вот это него сейчас зафейлил просто не допрыгнул он пытался перепрыгнуть ударился здесь об стену и еще уронил хаешку под себя пришлось убегать в итоге 86 у него осталось иметь амэд минус 1 минус от макси фаст выход на а плейс бомба нет руки смотрят на его сейчас будут бивать потому что ему надо выйти из дыма но как-то такой вот по времени чуть-чуть было раньше высунуться он мог просто макси застукать с этой бомбы установлены по черепу сейчас настучали до 22 у него остается и еще минус от него исправился со своими фейлами под б еще и дэв бомбы 7 к 1 у него сейчас будет 70 ну на и это 5-0 а 4-0 4-0 простите 4-0 валера вот странно странно ведут себя команды сначала одна команда вырывается очень быстро вперед потом начинает отдавать раунд за раундом трейд был показательным не хватает моральки немножко слушал я стримы на какой как этот турнир называется елки-палки как мне стыдно тапа и слэм стримили матчи команды м5 да 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 и был экстрим мастерс стримили они комментировали команду м5 говорили о том что она очень странная команда о том что они могут взять 15 раундов и потом еще отдаться на овертайву и потом овертайву проиграть то есть не могут дотащить до последнего до конца рвать но просто за аркадий почти до талии спа и со стах и пани убил еще парня в коврах сейчас еще парочку убьет наверно фэри подслушечку выбивает сейчас нео и выход беда это понимаю уже да бомба установлен будет установлена под шатром зиги пока не вот только только марс подбегая зигзага он видит в тупиках перестреливается джигетуса оставляет ему 13 хп с дома выходит фантаста есть инфа о том что в тупиках есть тип еще и флешка есть минус от джи от фантаста убивает джигетуса и последний ой 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 здесь то его могут не зачекать в алкоголь митя мэн забрался вовнутрь нет за спосреди фантаста зачитал о нет подождите я забыл про фэри как так фэри малыш один в один все бомба бомба уже разрывается первый раунд первый раунд для команды лисы отвлекался я читал чат там народ вступает дискуссию обсуждают наших девчонок ну не скажем не наших не наших девчонок девчонок из the nation ladies которые согласились быть нашими на предыдущие две и эту третью карту как я выжил из ситуации не знаю как насчет миража разобрали ли уже команды расписали бы все расписали ли ли они все обозначение ну какой хэдшо сделал ну жестко с дегла поставил не разменяли его фантаст хороший минус разгражен фарис но что урожай в каком то по вадим алкоголь 14 хп и марш 21 у марса 3 хп остается и форме все таки не дает раздевать марсу жадина три минуса от лисов установленная бомба позволит им наверное сейчас сделать девайсы включая я посмотрю на команду есть акка сколько акка дегл есть дроп акка что один акка всего взяли или кто то просто его спрятался показывает и массово массово пытаются выйти ковры которые ведут на б коридор уже занят вот первый игрок с акка из бомбой вот это вообще не стоило сейчас сделать но я очень часто любит на тренинг этого не все было один на одиннадцать он с бомбой с тринадцати хп просто полосу ой 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 фэри не продаю вообще один на один перестреливать это странно у них позиция ставки бомбы и я мало видела что пока не команда ставила бомбу именно так офицер походе еще так неплохо убивают посредством но маршрут зиг это сейф да фантаст убегает сейвить или нет или да да он убегает сейвить фарникейшн тут на отстрел встал так вот в окно чекает загоняющих минус от марса еще друг друга начали в охоте стрелять ну в респи в респи пора уже жить уже надо жить ну надо засейвить обязательно то ну что ж ты делаешь то а не хватило пулик то надо было уже в угол там забиваться пытаться хотя вот были вдвоем под респом один убежал сейвить а второй остался в респауне ну нужно было как-то в паре сыграть там чтобы как-то подольше пожить больше демиджера нанести пять-два второй раунд для сико два девайса да марс засейвил и или один девайс был засейвить не посмотрел я и нео вот старается всегда играть на позициях пытается правилам правой стенки пользоваться открывается атака на коврах отвлекается марс и его с ямы убивают минус два делает митя мэтт моментально минус от форникейшна и ну а атака в большинстве 4 в 1 на его последний с диглом с б-плейса будет смещаться сейчас выходит через яму ловит флэш а чё последний еще кто один хп или сколько чё у меня бары подвисают или это противник рядом с ним был ну ну и вот теперь они начнут давать и уже 5-3 тоже не особо как бы ну хотя бы это уже не 12-3 будет счет ну да так и есть фэри опять фраг лидер усико ну или 12-3 пользу валера ну для этого им нужно будет взять сейчас нынешнее эко текущий раунд а это мы еще посмотрим все видимо своими глазами с с с с Так, я на пару секунд отойду, успокою молодёжь. Сейчас я... Ну, один в три, и он не пойдёт тащить. Четырмято хп. Куда хоть ему. Да и кажется, что он не засейвит ган. Кажется, ты пессимистка, а? All back. Я нашёл компромисс. Надеюсь, достримим карту в Тишине. Почему у тебя никсы? Средства для меня посуды. Шутят валеры. Пытаются морально задавить. Ну вот сейчас, если по статам смотреть... Это серьёзный вопрос, пишут ребята. Я чат отключил, чтобы не было видно всего это в стриме. Сейчас идёт реально война Ферри против Нуна. 12 у Нуна и 15 у Ферри. Так, это что, прострел готовится? Прострел зигзага по таймингу. Хороший минусы отряд сейчас были. И они в большинстве. Уже два в три. Вы посмотрите, что творит в Ферри. Ну вот за средства для мытья посуды реально мстя пошла от него уже. Причём мстя его страшна. Ой-ой-ой! Третий хэдшот! Нормал, да? Ещё сейчас вообще по таймингу смотрит в окно. Нет, форникейшн! Прерывает серию фрагов. Один в один с джигетусом вот остаётся. Меняет девайс. Действительно джигетус. Я не понимаю, где это. А, нет, я понимаю. Зашивает! Я в хэдшот. Включил, просто попадал реально в него. Я тоже слышала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот, вы знаете, иногда в таких ситуациях, иногда в таких ситуациях... 5-5. Я жалею, что нельзя сбрасывать киты. Вот если бы киты можно было дропать, ещё бы дополнительная тактика, когда ты паришься, что ты с китами, потом сбрасываешь их и садишься, дефаешь до последнего. Игрок вот так вот пострелял, пострелял, и знает, что ты уже не дефаешь. А ты сидишь, просто дефаешь, просто очень долго. Вот именно когда ты садишься дефать без китов. 21 на 8. Фэрри, ну ты чего? Вот он реально мстит теперь застрелить в лимитя посуду. Он мне не нравится уже вторую карту. Придётся тебе с ним познакомиться в клубе. Нет. Нужно нарушить все свои принципы и... Ох, ну. Ох, ну. Ох, ну. Такое. Ну, он живёт на бэ, просто старается, могёт, пытается. И не убивает жигетца, уходит бомбой. Два в два. Один в два. Закидали пиднофинкейшню. Ставит бомбой, странно как-то. Ну, сейчас, 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 всё, странно. Ну, он не знает враги и... Чуть-чуть. Вот он поспешил выходить из этого ящика. Шестое, 22 у Фэрри. 22 на 8. Фэрри, я тебя найду. Если ты послышишь. Если ты послышишь. Стрим узнаю, я тебя найду. Ты знаешь, ты как-то вот не ужасающе звучишь. Я, может быть, даже подсказал бы тебе, знаешь. Фэрри, юзет читерские прострелы. Ой-ой-ой, Нео, умница просто вообще. Нео, читерский хэдшот. Ещё минус читерский от Марса. Слишком наглых нужно убивать не на так. Всё правильно сделал. Обратите внимание, Фэрри сейчас шил чётко в противника своего. Я же говорю, что он мне не нравится. Нео, пытается найти в окна, которое не разбито. Интересно, смогут сохранить преимущество 2 в 5. Валера, это очень важно на самом деле. Сейчас, может, ну, он убьет. Мы его спалили. И ещё и не отпустили. Форникейшн мог сейчас зачекать игрока, забегавшего в зигзаг, минус фэйли. Я, наверное, включу сейчас Митю Мэда. Мы что-то в приват пишут, пускай Барри поменяет Митю Мэд за Т. Это что значит, я не понимаю. Кто хочет взять замену? Ага, вот у меня как раз в этом и проблема. Я же смотрю, что у меня есть небольшой... У меня Митя Мэд отображается в защите. Нет. Он у меня в защите. А-а-а, это что-то в барах, говорят, неправильно. Бар в этом построен, что Митю Мэд террорист, Мун Катей, как-то что-то странное. Попробуем сейчас вот так сделать, может быть, это... Все вернулся в эфир, поменял все... Марс отлично принимал войны, сделал минус два, очень важных первых выходящих. Тут уже не вызывают спину, но поздно, потому что враги вышли на Б, а война-то идет. Три в два и двое из ковров. Их не знают, что они здесь. Бомба отличная, минус... Просто хорошо сыграет. Просто отлично. 7-6, 23 фрага у Фейри. Он просто разрывает сейчас все статы. У Джигетуса 9 фрагов, 8 у Алкоголя. Он же Митя Мэт. И 7 и 5 фрагов у Макси и Офицер Мохони, соответственно. Опять Валера идут очень плотно. 15-14, 13-12 и 11. Нео на первом, на последнем Фантаст. Ну, или не на последнем, а на пятом. Ой-ой-ой. Темная-то, видимо, очень алкоголь. Дамажит своих, просто не щадит. С криками... Он пошел своего уничтожил просто. Он говорит, Михалыч, давай нахлобучивай. Так, шутки в сторону. 8-6. Валера разыгрались не на шутку. На самом деле, команду атаки легко найти, потому что рядом с Митей Мэдом просто штын стоит такой перегарище. Их легко находить. Или там где кто-то постоянно идет и падает, знаешь, по ступенькам. В доме ляп кто-то об стенку. Да, Митя, опять ты. Просто атака фас срывается, потому что ты понимаешь, Митя в доме. Кто-то там хаешки промазал. Во, я угадал. Ванга, ванга. Реально промазал. Так, атака выходит на Б. Кстати, обратите внимание, за всех раундов из 15 атака раза два-три всего вышла на плейс. Мы сейчас, кстати, сделали от КТ и Т. Террористы кинули из дома просто к окну. А контры из окна. Дом. Просто сделали. Нео делает минус Ферри. В большинстве защита. Еще минус от Муна. Бомба-то пиликает, бомбочка-то уже, бомбулечка. Последний Макси. Тут он не дадут просто выкинуть. Фантастик силы, фулич. Ну, конечно, я не буду. Хае 9 хп, а че ж он сейвит-то, малыш? Малыш. Счет 9-6, Романда Валера. Я тут набакланил с барами. 9-6 в пользу Валеры. Ну что ж, вторая половина матча. Суперфинала. Третья карта Валера против Сика. И это фаст-выход ковры, ведущий на Б-плейс. Сейчас Валера очень быстро забегают на Б. Тут сейчас их готовится принимать Митя Мэ. Тут он кидывает Хаевок на... Кривую или как всегда? Да как всегда. Вот минус от Нуна. Еще здесь пришел Джигетус. Ничего у него не получается. Моментально минус 4. Посмотрите, Джигетус последний. Мать его, остался. И здесь его уже без шансов. Просто в ящиках задушили с ножом. Бросились на него. Без потерь. И вот с одной потери. Десятый раунд. Просто на пафосе Валера выезжает. Друг Митя Мэда. Он тоже решил попасть. Так. Вот под такое вот ужасное комментирование Валера жестко-жёстко разорвали. Без потерь. Там с ножом уже бросились. С криками Бонзай! Взяли они первый раунд. Сейчас главное вот собраться, успокоиться, доточить карту до победной. Потому что это же немыслимые деньги за первое место. Ну, вот она закупит и взял первый раунд, сделает первый такой нелепый размер. Даже двоих убивает Митя Мэд. Непонятно как. Ну как он убивает? Вот так! Иди! Валера, Мео. Просто минус 4 зигла в этом раунде сделал. 11-6. 11-6 у Валера. В преимуществе два фрага у Митя Мэда всего. Пять фрагов у Мео. Ну и Фантаст присоединяется пока к группе мини рулончиков таких. Я с полным ходом идет обсуждение Фэри. Говорят о том, что ноу-нейм. Неизвестный. Цизгл. Цизгл это, ребята, цизгл это что, действительно круто? Ну это шутки, это шутки. Это про круто, 14 лет, это все, ну там, шутки, шутки. Не, ну если бы он действительно цизгл, то я бы хотела дальше играть. Пусть написано в приват. То есть вот так вот, да, пошли знакомства? Нет. Без шансов, обратите внимание, 12 раунд берут Валера. 7 к 0 у Нео, Нун, 3 фрага и 3 фрага у Марса. 1 фраг у Форникейшена. Фантаст, Макси, Офицер Махони, Фэри по 0 и по 2 фрага у Джигетуса и Алкоголя. Фаст выход Аплейс, 2 низ, 3 низ, 2 ковры, раскид. Квадрата, тут сам под себя флеш Нео стоит. Выходит Фантаст, ну, 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 нет! Фэри второй минус с АВП делает. И все, последний Нео, 18 хп, который, бедолага, там до сих пор, наверное, от флешей не ушел. Пошел в Рэдбэль, пойду в лес, прячусь. Я думаю, это седьмой раунд, 1 в 5. Ну, хотя сейчас Нео там с Тринити и Морфеем соберутся, пойдут там, расскажут вообще. Всю матрицу им покажут. Или он здесь будет сейвить. Итак, это седьмой раунд для команды Сико. Так, защита собрана. Атака не менее собрана. Смотрите, Митя Мэтт так контролит, оп, включаем и вещи. Митя Мэтт контролит вот таким вот Макарчиком. И вот уже к нему подходит игрок. Выход под Б готовит очень слоу. Ну, там алкоголь и Ферри будут встречать, самых два опасных типа этого, которые очень брагозят, который жестко убивает. А фантаст там уже на Аплейсе пошумел и с 47 хп отходит. Махоуни заходит в жопу. Ты знаешь, это минус Махону на самом деле, если он туда заходит. Так, Марс красный, 18-15 форникейшена. Пытаются установить бомбу, и здесь вот такой Махоне. А, нет, Макси не дает поставить бомбу. И еще минус от Джигетуса. Это восьмой раунд для команды Сико. Нормально, четкая инфа была, а а что нет? Ой, простите. Я аж поперхнулся. Я просто вспомнил, как все происходило. Бедный Махон. Как же ему, наверное, неудобно там было все это. Нет, Валера, ну он вышел такой, сдох такой, говорит, я тут полежу, пацаны. Вышел, посмотрел на Махоне, который недавно заходил, а теперь на еще. Заходи, говорит, что ты тут сидишь, говорит. Опять Махоне заходит на ящик. 38 зрителей продолжают смотреть наш матч. Самые сильные остались. Слобаки нам не нужны. А еще бы в шесть утра стримить карту. И видеть, как Махон вообще заходит в спину-то, а? Три. У меня три. У меня почти семь. О, ну все. Доброго утром у меня, кстати. Так, я сейчас провтыкал. Кто же взял у нас раунд? Ага, взяли у нас раунд Сико. Сико! 12-9. Сико потихоньку начинает сокращать разрыв между своим оппонентом. Очень-очень много гранат откидывается сейчас антирашивать. Просто все, что можно было, выкидали в яму. Махоне поджимают ковры, я так понял, да? Делают первый минус. Еще минус на коврах! Он уже в рест пришел. Минус от ферии. Я думаю, это 10-й раунд для команды Сико. Тут Марс делает первый минус. Убирает он Макси. Ходит в респ. Чекать не зашел ли к нему в Махоне. Зашел алкоголь. Минус алкоголь. И один в три. Видит еще на коврах игрока. Ну-ну-ну-ну-ну! Офицер Махоне. 20 хп у него. Уходит он как можно дальше. Ну так, включаем игрушки наши стримерские. Еще минус от Марса. Один в два. И здесь вот этот нежданчик. Джигетус за стеночкой поджидал. Десятый раунд для команды Сико. И начинается ой-й-йошеньки-йо-йо. Ну-ну. Первый минус. Убирает он Ферри. Фраг лидера команды... Ой-ой-ой. Форникейши еще. Хэдшот. И еще минус. И еще последний. Митя Мэтт. Едва продрав глаза после Попоя. запоя. 4-4, счет второй половины матча. 13-й раунд для команды Валера. Сейчас должно быть Эку, по идее, в защите. Ой, нет, нет. Какой же Эку. Ты что, очкарик, говоришь? Тут у нас есть Авики. Раскид ремочек. Все тут не так просто. Оп, дефолтная позиция от Макси. Атака тем временем фаст-зигзаг играет. Вы посмотрите. Нео уже занял вплотную выход на Б на ковры. И Зигу, 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 уже прошли же. Почему еще не прошли Зигу? Почему так все сложилось? Непонятно. Нун стоял, ждал окна. Тут уже в Зиге кто-то начал умирать. Все как-то сумбурно вышло. Тем временем есть установка бомбы. Валера ставит на такой же самой месте бомбу. Две флешки в дом. Туда же ХАЕ в окно. Попал по двоим. 78-73 осталось. У Макси и Джигетуса. В тупиках. Марс играет. Минус от Джигетуса. Нео делает минус. Минус от Марса. Последний Макси на двоих разрулили. 14-й раунд для команды Валера. И все идет к тому, что ребята сейчас дотащат до победной эту карту. По всей видимости, они сейчас берут 15-й. А это факт. Потому что у противника ЭКО. ФАМОСЫ. У-у-у-у. Аля Нежданчик. Они настроены серьезно. Не, ну а почему бы и нет? Я думаю, они не помогут. Ну, я уверен, что привет, Валера. Минус от Ферри. Привет. Насобирал он на АВИК. Три игрока с деглами, а они, видишь, решают, он с АВИКа играет. Он настолько в себе уверен, я смотрю сейчас, после трейдов. Странно. Минус от Митимеда. Четыре в три. На 220 сейчас открывается там за белым ящиком. Минус от Джигетуса. Ой-ой-ой. Сглазили, сглазили мы сейчас 15-й раунд. И вот этот АВИК, наверное, Нежданчиком был не только для меня. Судя по тому, как он с легкостью дал первый минус. Обратите внимание, Нео. Пришел уже в логово противника. Ой, и так бестолково-то не смог убить Джигетуса. Ну так же ж проделать такой путь и, извините меня... Бомба-то надо? Ну, бомба еще и тут палится перед... перед выходом. И тянет... Ну что ж он время-то тянет? Ну что ж он, бедненький-то, будет делать? Есть инфа о том, что бомба, говорит, на Б последний. Все туда просто устремились. И вот только-только, когда уже прибежали все, давай! Давай! Нет, нужно было раньше воевать. Тут это тактическая ошибка от Фантаста. Дал возможность, чтобы все на него прибежали и уже, как на ДМ-сервере, решил отстреляться один в четыре. Можно было сразу побежать, запушить игрока вот этот, который стоял один там, отстреливался, и потом ставить бомбу. И уже один в три, уже не один в четыре. Он дождался четверых, и только двоих смог убить. Попытка была неплохая, неплохая. Хороший дым анти-АВПшный. Еще и флэш прям в ноги с Зигу! Посмотри, три типа забежали в Зигу с Девайсом, ой, с этим, с бомбой. И здесь уже в клеще взяли Митю Мэда, хотя он еще дает второй минус. Макси торопится в зигзаг. В спину уже готовится заходить. Включаем мы ВХ. Видно одного игрока в доме, еще один игрок в гаражах воюет. Остаются Джигетус с Макси. Минус от Макси за ящиком, он не знает, и минус еще от Нео. Хороший, хороший раунд, очень быстро. Пятнадцатый, пятнадцатый раунд. Грамотно ребята сыграли, отрезали Авика, это был вообще ключевой ход. И потом с двух сторон Митю Мэда. Можно было жестче, конечно, Митю наказать. Не давать ему два минуса, но все равно хороший раунд. Пятнадцатый, одиннадцать. Неважно, по экономике должно быть. Ух, Тадигл, раз. Все, в окнах до сих пор. Я еще ВХ не выключил до сих пор. Алкоголь бежит уже с зиги. Выходить, минус два от Валеры. Минус на двести двадцать Митя Мэд. Четыре, атака в большинстве. Защита. Ой-ой-ой-ой-ой, на коврах. Фантаст делает минус Джигетус. Минус Мун, минус Марс. Это шестнадцать, одиннадцать. Победа команды Валера. Благодарим всех за сегодняшний эфир. Девчонки, вам большое спасибо. Будем надеяться, что вы будете присоединяться к нам дальше. Два-один по картам выигрывает команда Валера. Действительно, Алоэ помогли им. Ксюша, кстати, вылетела. Что вылетела? Она вылетела, и она ждет тебя. Я понял. Все, вернемся мы. Возможно...